Дети рисуют в храме. Ежегодная акция под таким названием в девятый раз прошла в Государственном музее-памятнике Исаакиевский собор. В год 55-летия первого полета человека в космос акция была посвящена Дню космонавтики и носила название «Мозаика Вселенной». В Исаакиевском соборе сегодня около 300 детей. На каждом в футболке с изображением крыльев, как символ того, что за спиной каждого ребенка стоит свой ангел-хранитель. Это проходит ежегодная акция «Дети рисуют в храме». Я уверена, каждый из этих маленьких художников, он будет только творить добро, только помогать. И это основная идея, которая легла в основу этого проекта. А еще, вы знаете, этот собор, удивительный собор, который возносится своим куполом над Петербургом, он похож на солнечное сияние. Даже в пасмурную погоду купол светится. И ежегодно дети, поднимая глаза голубем, это символ Святого Духа, который частично и осеняет каждого из участников. Участники, от трехлетних малышей до старшеклассников, получили все необходимые для изобразительного творчества материалы. И за мольбертами импровизируют на заданную тему. «Мозаика Вселенной». В год 55-летия первого полета человека в космос акция была посвящена Дню космонавтики. На прямую трансляцию с детьми вышли российские космонавты, которые в настоящий момент находятся на борту космической станции на орбите Земли. По 16 кругосветных путешествий мы видим космос из иллюминатора. Рисование в храме развивает творческие способности, умение общаться, самоопределяться, а также закладывают веру в Бога. Среди участников – воспитанники воскресной школы, проектируемой церкви Алексия, Человека Божия. Я сегодня нарисовала звезды, ракету и планету Земля. Меня заинтересовала Земля, потому что в ней много разных цветов. И когда дети бывают на таких мероприятиях, у них другое отношение к храму появляется. Что храм – это совершенно не то, это не тьма, а храм – это воистину свет. Для любого ребенка, побывав в такой обстановке, это запомнится на всю оставшуюся жизнь. Ему еще раз захочется зайти в храм – в один, второй, третий. И если в наших храмах везде будут встречаться любовью, у нас храмы напомнятся детьми. Взрослые не мешают юным дарованиям творить. Они отражают то, что чувствуют. Елизавета и Виктория – участницы акции – изображают на своих холстах храмы и соборы в космическом пространстве. На моей картине изображен в середине храм, на котором летают люди по Солнечной системе. Организаторы говорят, воспитание любви к истории, культуре, традициям и достижениям нашей Родины, сохранение памяти о них – вот цели проведения акции «Дети рисуют в храме». Продолжение следует...